МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортёр 73 представляет информационный выпуск каждый день, вечер и утро. Реальность сама складывает картину дня. В студии Павел Ревенко смотрите сегодня в программе. Квартира жарко, в платёжках страшно. Две платёжки и один чек. Их мы нашли в социальных сетях и решили разобраться со специалистами, в чём причина негодования ульяновцев. Переплачивают или всё законно? Ульяновцы жалуются на завышенные счета. В школах выживания? Психологические службы, которые работают в школах на сегодня, либо не справляются по причине малочисленности, либо эта проблема, скорее всего, не выносится на их уровень. Что делать с травлей подростков, решает общественная палата. Бедности в бой. Либо берут кредит на эту цель, либо приходят и говорят, что нам нужно это заменить, нам нужно оказать помощь, потому что дохода действительно в семье не хватает. Заключается соцконтракт, людям выдаётся продуктовая карта. Помощь по соцконтракту. С 12% до 85% увеличилась доля школ с современными условиями за последние 18 лет. Однако по-прежнему 200 тысяч детей в России посещают школы, где нет центрального отопления, водопровода и канализации. Об этом накануне говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Равные возможности и социальная справедливость – слова, которые применить в этой ситуации невозможно. Задача регионов за два года – проблема решить. Такие перспективы, естественно, радуют и вдохновляют как родителей, так и школьников. Однако на местном уровне возникают вопросы. Речь о жителях микрорайона Репина. Здесь несколько тысяч семей всерьёз обеспокоены, а смогут ли вообще пойти их дети в новую школу 1 сентября 2019-го. Сроки сдачи, по словам репинцев, переносятся не первый раз. Екатерина Терещенкова выяснила подробности. Новая, просторная, с современным и качественным ремонтом. Именно такой, эту школу в микрорайоне Репина, видят родители будущих первоклассников. Однако в последнее время у них появились сомнения, успеют ли сдать к 1 сентября. Социальные сети накануне буквально взорвались разгневанными сообщениями и комментариями родителей-школьников. Сегодня с еженедельным обходом мы посетили стройку школы. К нашему великому сожалению мы узнали, что финансирование, которое должно было поступить в начале февраля, так и не пришло. Работы на сегодняшний день практически не ведутся. И вероятнее всего, что уже через неделю стройка встанет. Неужели мы так и не отправим детей в этом году в новую школу? Елена – мама шестерых детей, четверо из которых дошкольного возраста. За стройкой следит с замиранием сердца. Со страхом представляет, что возить первоклашек придется в другие районы. Школу здесь ждут не первый год. Из окна я вижу. Раньше активнее это все делалось. Сейчас затихло. Ну и плюс слухи, конечно. Никто не верит, что ее сдадут в этом году. Так же, как и в прошлом. Новая школа рассчитана на 1100 детей. Уклон – развитие IT-направления и инженерного образования. Всего четыре блока. Начальные классы, старшее, среднее звено, здание административное и ФОК. Новые современные кабинеты, проектные деятельности, класс-студия хореографии, два спортивных зала, бассейн. Младших классов готово на 60%. Стены все отшпаклеваны, готовы под покраску. Полы тоже готовы под плитку. Все окна застеклены, контур весь закрытый. На второй блок секции полы, если вы ходили, то видели, что все полы к концу следующей недели будут закончены, готовы под плитку. Стукатурка, шпаклевка тоже где-то процентов на 60 закончена. В старшем блоке готовность и вовсе 80% рапортует застройщик. Работы ведутся, материала хватает в полном объеме. Городские власти заверяют – школу сдадут в срок. С 1 сентября учащиеся приступят к занятиям в данной школе. Что касается необходимости финансирования, могу уверить вас о том, что во всех уровнях бюджета, там финансирование осуществляется из трех уровней бюджета, из федерального, регионального, местного, необходимые средства предусмотрены. Треть учеников российских школ сталкивается с так называемым буллингом – травлей и агрессией со стороны сверстников и старшеклассников. Соответствующий вывод сделал Институт образования Высшей школы экономики, проанализировав итоги более 80 исследований подросткового буллинга за рубежом и в нашей стране. Причем чисто школьников, над которыми издеваются одноклассники, в пять раз больше, чем кажется учителям. Как бороться с набирающим обороты общественным явлением? Что поможет усилить безопасность в образовательных учреждениях Ульяновской области и снизит детскую преступность? Разбирались в региональной общественной палате. Обеспечить полную защищенность учебных заведений от угрозы внешней и уже потом говорить о безопасности психологической. Поэтому и разговор общественники начали с этого. Все организации образования города оснащены автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения, управлением эвакуацией людей при пожаре. Очень четко и своевременно проводится работа, которая направлена на оснащение противопожарным оборудованием. В каждой организации назначен ответственный за обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности. Во всех учебных заведениях Ульяновска налажена пропускная система. В каждой школе ведется видеонаблюдение. Большинство организаций оснащены тревожной кнопкой. Для обеспечения безопасности сделано немало, но всегда найдется материал для дальнейшей работы. Более серьезно работать с частными охранными агентствами, чтобы было увеличено время работы профессиональной охраны. Это ставим перед собой задачу прежде всего. Ставим задачу в том, чтобы работать с кадровым потенциалом. Это прежде всего с вахтерами, с административным ресурсом. Те, кто находится в непосредственной близости с нашими детьми. И те, кто должен очень правильно и четко, слаженно действовать, если происходит какая-то внештатная ситуация. Буллинг – одна из таких. Порой настолько серьезный, что может привести к очень печальным последствиям. В 2018 году в Ульяновской области выявлены 23 попытки суицида среди подростков. Пять из них – со смертельным исходом. Большинство подростков в качестве повода, толкнувшего их на попытку суицида, называют разного рода школьные конфликты. Но если копать глубже, если искать причину, то, как правило, обнаруживается в первую очередь проблема в семье. Причем часто они не внешне, а скрыты глубоко в межличностных отношениях и духовных проблемах наших родителей. Стиль воспитания – именно то, что приводит к агрессивному поведению детей. Исследования говорят, дети отцов, которые в школьные годы травили одноклассников, в 16% случаев становятся агрессорами. Не способствуют эмоциональному здоровью и ситуации, когда мать чрезмерно контролирует ребенка, а отец вообще не участвует в его обучении. И когда детей критикуют оба родителя, не помогая решать проблемы. Психологические службы, которые работают в школах на сегодня, либо не справляются по причине малочисленности, либо эта проблема, скорее всего, не выносится на их уровень, потому что, как правило, семья, в которой это случилось, она остается один на один сама с собой. Либо даже это сам ребенок не готов выносить эту проблему на поверхность. Несовершенно в данном случае и законодательство. Согласно нормативным актам, ставка психолога в школах возможна лишь тогда, когда в учебном заведении на одного специалиста насчитывается не меньше 500 детей. На данный момент в общеобразовательных организациях региона работают 269 психологов. В школах еще 192 специалиста. Наибольшая нехватка квалифицированных кадров наблюдается в Вишкаемском, Новоспасском, Сурском и Радищевском районах. Гульнара Шарипова, Иван Зимидов, репортер 73. Социальный блок в администрации Ульяновска будет курировать Михаил Сычев. 21 февраля о кадровых изменениях в городадминистрации заявил глава областного центра Сергей Панчин. В обязанности первого заместителя главы Ульяновска входят вопросы взаимодействия с общественными организациями и национально-культурными автономиями. Также ему предстоит лично курировать вопросы реализации национальных проектов. Михаил Сычев сменил на посту первого зама Вадима Андреева, который возвращается в городскую избирательную комиссию. При этом чего-либо необычного в нынешней рокировке теперь уже экс-первый заместитель не видят. Впереди выборы в следующем году Ульянской городской думы 6-го САЗЭВа. Соответственно, я являюсь председателем избирательной комиссии, организующей выборы. В этой связи, как председатель комиссии, которая готовится к выборам, считаю необходимо приступить к исполнению обязанностей на постоянной основе для обеспечения легитимности, беспристрастности избирательного процесса. Поэтому считаю больше в данный момент невозможным совмещение с должностью в исполнительной власти города. Вот этим связаны эти изменения. В связи с тем, с понедельника приступаю к исполнению обязанностей на постоянной штатной основе. Решение действительно в момент трудоустройства состоялось. В понедельник мы с главой города встречаемся и подробно уже обсудим все задачи, которые будут стоять передо мной на ближайшее время. Основной функционал, он остается прежним, как был у этой должности, ничего не меняется. А конкретно задачи я смогу уже понеснить в понедельник, чем мы будем заниматься в ближайшие дни и какие задачи предстоит решить. Теплом по кошельку. Ульяновцы жалуются в социальных сетях на перетоп в квартирах. Одни седуют, переплатили тысячи рублей. Другие аж три тысячи. Платежки с дополнительной финансовой нагрузкой, которые люди получили за минувший январь, породили множество слухов, в том числе о повышении тарифа за отопление. Слово Марине Тимофеевой. Счет за тепло, как ушат холодной воды. Платежки за январь заставили задуматься практически каждого горожанина. Сотни возмущенных, десятки звонков в редакцию и несколько платежек в сети. Две платежки и один чек. Их мы нашли в социальных сетях и решили разобраться со специалистами, в чем причина негодования ульяновцев. Переплачивают или все законно? Тарифы не повышались. Все законно, заверил заместитель министра энергетики ЖКХ и городской среды Ульяновской области. В этом году еще на увеличение сказалось и введение НДС, повышение НДС. И я анализировал платежные документы. Вот там как раз тариф на услуги теплоснабжения повысился на 1,7%. Это как раз тот самый размер повышения, который ожидался и который был заявлен изначально еще в прошлом году. Но я бы просил жителей, прежде чем сильно волноваться, посмотреть на платежные документы. Хорошо и правильно их сравнить. Заплатили одну сумму, а в платежке указана иная, причем меньше. Так и возникают вопросы. Итог переплат не обнаружено. На первый взгляд все работает как задумано. Есть тарифы, нормативы, только плати. С другой люди жалуются на перетоп. Мол, приходится открывать форточки или регулировать температуру с помощью вентилей. Жарко перекрыл. Все логично, но платеж не снизится. Гидромедцентр сообщает, в январе было 8 сверххолодных дней. В январе в первой декаде среднесуточная температура была ниже нормы на 1 градус. Во второй декаде была выше нормы на 4 градуса. В третьей декаде января среднесуточная температура была ниже нормы на 4,6 градуса. В целом среднемесячная температура за январь была ниже нормы на 1 градус. С температурой минус 20 было зарегистрировано 8 ночей. В жилищной инспекции советуют оборудовать многоквартирные дома погодными регуляторами. Прибор автоматически поддерживает температурный режим, а значит и фиксирует размер реальных финансовых затрат жильцов. При всех же спорных и проблемных случаях можно обратиться в управляющую компанию. Если обнаружат перетоп, составляйте акт и требуйте перерасчет. Марина Тимофеева, Бахтияр Салтанов, Константин Никитин, репортер 73. С 13 по 17 сентября в Ульяновске и Димитровграде пройдет первый всемирный фестиваль боевых искусств «Тафиса», участие в котором примут более 2000 спортсменов из более чем 50 стран со всех континентов. Чтобы мероприятие прошло на высшем уровне, в регион отберут 300 волонтеров для работы с командами, взаимодействуя со СМИ, реализации спортивной, культурной и деловой программ фестиваля. Заявки на участие оформляются до 29 апреля 2019 года на официальном сайте первого всемирного фестиваля боевых искусств. Далее коротко о других заметных событиях и жизни Ульяновской области. На ульяновских дорогах появится автоматизированная система управления дорожным движением. В 2019-м программно-аппаратные комплексы установят на 11 светофорах Димитровградского шоссе и на улице Рябикова, что позволит не просто проводить оперативный мониторинг состояния автомобильных дорог, но и принимать необходимые меры по управлению безопасностью на магистралях. Комплексы соберут информацию о параметрах транспортных потоков, что впоследствии позволит оптимизировать уличное движение. Также в целях повышения безопасности светодиодными фонарями осветят 29 пешеходных переходов, а на перекрестках Облуковой-Смычки и Федерации Тухачевского появятся новые светофоры. Ульяновцы проголосуют за благоустройство. С 2019-го по новым правилам национального проекта «Жилье и городская среда» в ежегодном режиме закреплена процедура рейтингового голосования. Осенью ульяновцы выберут те территории, на которых в 2020-м году будут проводиться благоустроительные работы. 73-й регион практику подобных выборов уже имеет. Если в 2017-м году в программе принимало участие около 5000 жителей, то в 2018-м почти 180 тысяч. Причем одним голосованием работа не ограничивается. Комплексный подход к делу позволяет втянуть активных горожан в обсуждении проектов и в контроль за выполнением работ в составе общественных муниципальных комиссий. Перед проведением голосования в муниципальных образованиях организуют общественные обсуждения проектов благоустройства, а также профильные семинары. К летнему отдыху готовимся заранее. В Ульяновске увеличат число лагерей с дневным пребыванием детей. Прошлым летом различными формами отдыха, оздоровления и организации досуга было охвачено более 56 тысяч детей и подростков. В 74 школах и в 7 организациях дополнительного образования работали дневные лагеря. В 2019-м их общее количество увеличится до 84, что позволит охватить 7700 детей. Если школьники и подростки вместо отдыха захотят поработать, им будет оказана помощь в поиске места. В прошлом году трудоустроиться смогли 1652 подростка. Заметить значит избежать. Требование носить светоотражатели при движении в темное время суток введено с 2006 года и носит рекомендательный характер. Исследования сотрудников научно-исследовательского центра ГИБДД России показали, что применение таких изделий в 6,5 раз снижает риск наезда на человека транспортного средства. Благодаря светоотражателям водитель обнаруживает пешехода с большего расстояния. Со 150 метров вместо 30. А при движении с дальним светом с 400 метров. В Ульяновске сотрудники ГИБДД совместно с родительской общественностью провели спецрейд, посвященный светоотражающим элементам. По статистике наезд на пешехода самый распространенный вид ДТП. В крупных городах доля таких аварий почти половина от всех дорожных происшествий. Основное количество инцидентов в ночное время, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Способствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия. Дождь, слякоть, туман, снег. Световозвращающие элементы позволяют повысить заметность пешехода на дороге и, как следствие, снизить возможность несчастного случая. Самое главное, чтобы вы переходили дорогу только на пешеходном переходе. И самое главное, чтобы у ваших детей и у вас были световозвращающие элементы. Они обезопасят вас и ваши детей по дорожным транспортным происшествиям. Мы хотим вам подарить какие-то звездочки. Красивые? И тебе тоже звездочки. Возьмите, можно клеить? Они у нас знают, что на красные ходить вещи. Пристальное внимание школам и детским садам. Концентрация пешеходов возле которых особенно сильна в утреннее и вечернее время. С начала года количество ДТП с участием детей пешеходов в Ульяновске выросло. Проводится массовое профилактическое мероприятие «Думы пешеходов». В рамках данного мероприятия сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями родительского патруля школы номер 70 призывают всех водителей, а также пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть более внимательными и осторожными на дороге. Мы хотим, конечно, из этого рейда извлечь, чтобы взрослые, прежде всего, а также дети, соблюдали правила дорожного движения и имели светоотражающие элементы. Конечно же, это сохраняет жизнь людей. Всего же за январь текущего года в Ульяновске произошло 8 ДТП с участием детей. Из них 4 происшествия с участием детей пассажиров. И 4 аварии с участием несовершеннолетних пешеходов. Варварские отстрелы собак на улицах. История с выброшенными в окно кошками, крокодил, томящийся в тесном аквариуме. Вот лишь верхушка айсберга взаимоотношений человека и братьев наших меньших. Взаимоотношений безрадостных, уродливых с этической точки зрения. Уголовная статья в случае жестокого обращения с животными предусматривает до 5 лет лишения свободы. Работает ли это? Мы спросили ульяновцев, что они знают о новом российском законе об ответственном обращении с животными. Сталкивались ли сами с насилием и как расценивают подобное поведение человека? Ответы в нашей постоянной рубрике «Глаз народа». Знакомы с такой ситуацией, как жестокое обращение с животными? Слышали, видели? Слышал. Вот, например. Собак стреляли? Вот недавно как раз. У вас сейчас такая политика, где люди жестокими стали. Почему жестокими? Потому что зарплаты низкие. То есть уровень жизни очень сильно упал. Пример садовое общество, черемушки. Что там происходило? Там один гражданин, бывший военный, содержал целую стаю собак. Держал их на привязи. Они ночью и днем выли, потому что кормить не было нечем. Честность нужно брать за тех, кого мы приручили. Я считаю, что человек просто безнравственный, который выкидывает животных. Если бы вы увидели своими глазами, вступились бы? Что-то разрешили бы эту проблему? Ну, не знаю даже, как поступило. Я в такие ситуации еще не попадал, по крайней мере. Вступился бы, но я не знаю, помогло бы это, не помогло. Конечно, нужно склиняться. Везде должно быть доброй мир. Ну вот, а что вы вкладываете тогда в понятие жестокое обращение? Это ли только собаки и кошки? Или цирки, возможно? Ну, вообще, к любым животным, в частности. Ну, прежде всего, это, конечно же, насильность с животными распространяется именно больше, как я понимаю, домашними животными. Цирки с участием в животных? Да. Цирки, зоопарки контактные, все это, думаю, нужно как-то решать. Надо за этим следить, уже слишком много, в один момент этих контактных зоопарков и всего подобного, слишком много появилось. И, то есть, ну, людям это, в принципе, нравится, это понятно, но нужно понимать, что животные, там, экзотические животные, они не приспособлены к такой жизни. То есть, стресс и так далее. Штрафы, не знаю, административная ответственность. А уголовная? Уголовная, не уверен. Почему? Почему? Ну, не знаю, ну, подросток по своей глупости что-то сделал животному. Ну, то есть, понятно, что его надо наказать, но вот там сидеть, там, несколько лет за это, ну, не знаю. Ну, а если это взрослый человек, это группа или организация? Группа или организация? Слушайте, я не знаю, мне тяжело. Когда мы видим, когда люди обращаются жестоко с животными, они это впитывают и потом могут обращаться жестоко со сверстниками, с людьми старше или младше. НПО «Марс», Союз краеведов Ульяновской области и Центр истории и культуры региона начали подготовку профильного энциклопедического проекта местной энциклопедии флота. Инициативу поддержали в общественной организации «Союз моряков-подводников Ульяновска». Помощь окажут Государственный областной архив новейшей истории и научно-исследовательский центр музея-заповедника «Родина Ленина». Дополнит энциклопедическую информацию редчайшие марки по теме флота, которые уже полвека собирает Демит Устинов, историк, председатель Ульяновского отделения Союза филателлистов России. Будучи школьником, я интересовался, как многие школьники, флотом. Мне хотелось стать морским офицером. Я собирал все, что посвящено флоту – книги, журналы, вырезки из газет, в общем, все-все-все. Ну, естественно, конечно, в первую очередь обращал на наших земляков – ульяновцев, Симбирен. И в 1970 году мой друг по парте, товарищ, мой одноклассник, он приносит и говорит, «Смотри, марка выпущена в 1970 году с военным кораблем, наверняка целая серия. Это меня сразу зацепило, потому что я же все собирал, а почему бы так сказать?» То есть я как бы коллекционер всего по флоту больше 50 лет, а коллекционер по маркам по флоту 49 лет получается, в следующем году будет 50. И я, естественно, бросился искать с марками проще. Есть каталоги. Все почтовые марки в мире, они занесены в каталог. И там можно найти. Подробнее о филотелии, коллекционировании в целом и о создании энциклопедии флота Ульяновской области Демид Устинов расскажет в преддверии Дня защитника Отечества 22 февраля в программе «Работа» на телеканале «Репортер 73» в 19.30. Бедность и ее последствия. В 2013 году в России бедными, по данным Института социологии РАН, считалось практически 9% населения. В 2017-м 13% россиян имели доход ниже прожиточного минимума. Сегодня число граждан страны за чертой бедности 19 миллионов. Человек с низким доходом экономит на самом необходимом, в том числе на собственном здоровье. В послании Федеральному собранию Владимир Путин связал преодоление бедности с решением демографических проблем и ростом продолжительности жизни. В этой связи на особом счету наш регион. Помощь многодетным, неполным семьям, поддержка граждан предпенсионного возраста в вопросе трудоустройства. Эти меры уже дают хорошие результаты. Свадебный подарок. Пять пчелиных ульев получили альметовы от старших родственников. Решили продолжить семейное дело, но старое хозяйство пришло в упадок. На развитие пасеки были нужны средства, а в многодетной семье на счету каждая копейка. В соцзащите предложили заключить социальный контракт. Сначала было как-то это что-то новое, вообще непонятное. Но оказалось, в принципе-то не так все сложно. Документы все, которые мы быстро собрали, так-то недолго собирали. В принципе, это там справку взять с работы, с одной, с другой. И занялись фундаментом. Мы решили построить не амшанник, а сарай. 27 тысяч в месяц – отчетность по чекам. Первый урожай меда не заставил ждать. Уже летом альметовы реализовали собственную продукцию. Деньги пошли на подготовку детей к учебе. Ну, хотелось бы хотя бы сто пчелы семьи держать. И найти реализацию, где реализовывать это. И таким образом облегчать, находить средства для существования. Соцконтракт можно заключить и для оплаты коммунальных услуг. Он помогает возобновить получение льготы при имеющейся задолженности. Третий вариант – продуктовая карта на тысячу рублей. У людей, возможно, есть какие-то планы заменить, например, стиральную машину. Многодетная семья, она очень нужна. Это как первые необходимости, чтобы люди либо берут кредит на эту цель, либо приходят и говорят, что нам нужно это заменить, нам нужно оказать помощь, потому что дохода действительно в семье не хватает. Заключается соцконтракт, людям выдается продуктовая карта. В результате – хорошее подспорье. В магазине семья получает продукты питания, сэкономленные деньги направляет на прописанный в контракте пункт. За минувший год в Ульяновской области заключили свыше 6,5 тысяч соцконтрактов. В сравнении с 2017-м прирост почти тройной, не говоря о самом старте. В 2014-м, когда неизвестная тогда еще мера поддержки, привлекла всего 22 желающих. Готовится к принятию еще один законопроект. Изменения касаются регионального капитала семья. При рождении третьего ребенка или второго ребенка у нас квадратные метры были, менее 12 квадратных метров на человека. На сегодняшний момент мы постараемся с 1 июля, если все у нас будет хорошо и все согласования мы пройдем, с 1 июля мы эту норму уберем. Поддержка требуется и старшему поколению. Трудоустройство граждан предпенсионного возраста – отдельная история. Работодатели делают ставку на молодые кадры, вкладываясь в их обучение. Наша программа сейчас дает возможность работодателю по-другому на это посмотреть, потому что если он будет учить сотрудника 35 лет, то он будет платить за его обучение сам. Если он будет учить сотрудника 50 и старше, то полностью затраты на обучение ему будут компенсироваться через нашу программу. Если другие регионы пошли по пути выделения потенциальным работникам сертификатов на обучение, то тактика нашего, по мнению специалистов, оказалась более выигрышной. Работодатель предоставляет гарантии трудоустройства, обучающийся волен выбирать, остаться ли на предложенном месте. Единственное ограничение для руководителей – предприятие должно иметь лицензию и пройти аккредитацию. Деньги на переподготовку кадров заложены на три года. За год планируется обучить 500 сотрудников. Подали заявку 16 крупных предприятий. К сожалению, пока не активно включаются сельские территории. Агентство ждет заявок от внебюджетных компаний в муниципалитетах. Также в планах подтянуть бюджетную сферу, на которую сейчас кадровая программа не распространяется. Новоторжская ярмарка Хорошая новость для всех тех, кто хочет купить натуральную шубу. На Новоторжской ярмарке в торговом комплексе «Спартак» финальная распродажа. Покупать шубы сейчас выгодно. Цены снижены. Большие скидки. Размеры от 42 до 60. Будьте красивыми. Всего более тысячи шуб из мутона, нутрии, стриженной нутрии, каракуля и норки со скидками. Новоторжская ярмарка за шубой – это крупный российский производитель и большая меховая выставка продажа шуб из натурального меха. Мы работаем с 2001 года, нас хорошо знают и нам доверяют. И как производитель мы даем реальные скидки. Таких цен на шубу из мутона, каракуля и норки больше не будет. Каждый подберет для себя красивую шубу из мутона или нутрии. Цены от 13 тысяч рублей. Особого внимания заслуживают шубы из каракуля. Каракуль – это символ элегантности, утонченного вкуса и статуса. В дни выставки на шубы из каракуля скидки до 20 тысяч рублей. Самое время купить норковую шубу. Только сейчас цены от 59 тысяч рублей. Только на Новоторжской ярмарке вы купите красивые, качественные и тёплые шубы из российской норки премиального качества бренда «Зимус». Эту марку хорошо знают в России ещё с советских времён и ценят за высокое качество сырья и профессиональный пошив. Только в дни выставки покупайте шубу «Зимус» из российской норки со скидкой 20 тысяч рублей. Все шубы соответствуют ГОСТам. Зелёный чип – знак российского производителя. Гарантия – до двух лет. Рассрочка – кредит. Спешите на распродажу шуб. Новоторжская ярмарка будет работать в торговом комплексе «Спартак» по 24 февраля включительно. Московский цирк Юрия Никулина с гордостью представляет 24 февраля «Волга Спортарена». Один из самых масштабных цирковых проектов на льду. Зрелище мирового уровня. Легендарный цирк на льду. Только два шоу. Внимание ульяновцы! Только до 28 февраля на выставке продажи товаров российского и белорусского производства по адресу Проспект Ульяновский, дом 6. Вы можете приобрести свежайшие колбасы и мясные деликатесы знаменитых мясокомбинатов Белоруссии. Минска, Пинска, Борисова и Бреста. Вся продукция натуральная и сделана по советским ГОСТам. И в завершении. Телефон рекламного отдела 304173. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 304173 и вы в эфире «Репортеры 73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 304173. Читайте и смотрите онлайн. www.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова